Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о некоторых продуктах компании Фаберлиф, которые относятся к базовым компонентам питания человека. Базовые компоненты питания, они необходимы для повседневной жизни и без них питание человека является неполноценным, а это уже является причиной развития различных заболеваний. Все вы знаете, что к базовым компонентам питания относятся белки, жиры, углеводы, вода, витамины, минеральные соли, микроэлементы. Начнем с такой группы питания, продуктов питания, как жиры. Несколько слов о том, для чего они нужны в организме человека и какие они бывают. Во-первых, молекулы жиров могут быть насыщенными и ненасыщенными. Ненасыщенные жиры имеют неполный набор атомов в своей структуре и за счет этого способны вступать в различные реакции в организме человека. Насыщенные жиры имеют все заполненные связи и в основном служат в качестве резервного источника энергии для организма человека. В принципе, питание человека достаточно полно представлены насыщенные жиры. А вот ненасыщенные жиры являются дефицитами. Организм человека может синтезировать насыщенные жиры, но не может синтезировать сам ненасыщенные. И ненасыщенные жиры должны обязательно поступать в организм человека извне, то есть в продуктах питания. Ненасыщенные жиры подразделяются на две большие группы – мононенасыщенные и полиненасыщенные. И чем больше ненасыщенных связей в жирных кислотах находится, тем более ценными для организма они являются. В химическом названии ненасыщенных жирных кислот есть такая буковка Омега, поэтому все они называются Омега-кислоты. Эта буковка Омега говорит о том, что ненасыщенная связь находится с дальнего конца молекулы. И, соответственно, циферка, которая при этом стоит, говорит о том, в каком месте молекулы жирной кислоты появляется ненасыщенная связь. Наиболее известными, наиболее дефицитными для организма человека являются Омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты. В чем их необходимость? В чем вообще необходимость ненасыщенных жирных кислот? Почему они отличаются по своим свойствам от всего остального? Вот эта ненасыщенная связь, которая есть в молекуле ненасыщенных жирных кислот, она позволяет молекуле быть нелинейной, а позволяет ей изгибаться. В результате молекула жирной кислоты становится похожа на ключик. И в зависимости от того, в каком месте формируется вот эта ненасыщенная связь, размер ключа, его форма будет совсем другая. И поэтому ненасыщенные жирные кислоты способны встраиваться в различные клеточные поверхности, клеточные мембраны, в эндотелии сосудов, в мембраны эритроцитов, в клетки печени, клетки нервной системы. И в зависимости от того, какая это ненасыщенная жирная кислота, соответственно, и можно говорить о том, какие преимущественные эффекты при этом будут возникать. Очень важно, чтобы ненасыщенные жирные кислоты работали в организме человека комплекса. По отдельности они менее эффективны. И вот в связи с этим я представляю вам такой продукт, который называется Омега-3-6-9. Это комплекс полиненасыщенный жирный кислот, который состоит из четырех очень важных компонентов. Первый компонент по значимости, наиболее важный, наиболее ценный, это масло, мясо глубоководных рыб. Именно поэтому на этикетке этой упаковочки капсулками выложена рыбка, как главный компонент Омега-3, ненасыщенный жирный кислот. Что делают эти компоненты жирных кислот, Омега-3 жирные кислоты? Во-первых и в основном они способны влиять на работу системы иммунитета. В результате влияния Омега-жирных кислот улучшается взаимодействие клеток иммунной системы и их способность бороться с вирусными и бактериальными повреждающими факторами. Это профилактика заболеваний. Во-вторых, Омега-3 кислоты вместе с Омега-6 кислотами, то есть другим ключиком, способны встраиваться в структуру холестерина и способствуют размыванию атеросклеротических бляшек и выведению холестерина. В-третьих, вместе с друг другом Омега-3 и Омега-6 аминокислоты обладают противовоспалительным действием, особенно при хронических заболеваниях, заболеваниях суставов, захронических заболеваниях бронхов, бронхиальной астме и любых других хронических воспалительных процессах. Это опять же моменты профилактические. Ну и что необходимо отметить, раз мы уменьшаем количество холестерина в организме, мы влияем на свойства атеросклеротических бляшек, на текучесть мембран эритроцитов, мы улучшаем доставку кислорода, а значит снижаем риски развития ишемических поражений сердца. Риски развития различных аритмий, риски развития нарушений мозгового кровообращения. Это очень важно фактически для любого человека, особенно для человека старшего возраста. Итак, имеются статистические данные о том, что в организме человека, начиная с 25-28 лет, постепенно нарастает дефицит омега-жирных кислот в организме. Во многом это связано с возрастными изменениями его синтеза этих жирных кислот, нарушениями питания, нарушениями экологии человека, изменением поступления в организм и повышением потребности клеток в омега-кислотах. Для чего же они все-таки нужны? В первую очередь омега-кислоты встраиваются в работу клеток иммунитета. Это очень важно, поскольку они усиливают способность клеток иммунной системы взаимодействовать друг с другом и отвечать согласованно при различных вирусных и бактериальных инфекциях. Вторая, не менее важная точка – способность омега-кислот взаимодействовать с атеросклеротическими бляшками, уменьшать выраженность процессов атеросклероза и способствовать их растворению. Поэтому омега-кислоты становятся нужны для всех людей старшего возраста, поскольку атеросклеротические бляшки в сосудах являются главными факторами риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, нарушения мозгового кровообращения, периферической хромоты и нарушения периферического кровообращения. Кроме того, мышцы сердца очень активно поглощают омега-кислоты, и они становятся источниками питания для сердечной мышцы, в том числе для проводящей системы сердца, а значит, они снижают риски развития различных аритмий. Поэтому омега-кислоты становятся важным компонентом питания и для профилактики различных сердечно-сосудистых заболеваний, и для их лечения. Необходимо отметить, что омега-кислоты встраиваются в мембраны эритроцитов, делают их более текучими, они легче проникают в различные участки тела. Поэтому лучше переносится кислород, а значит, под влиянием омега-кислот будет устраняться кислородная недостаточность, которая характерна и для пребывания человека на различных высотах, и для интенсивных физических нагрузок в спорте, и при тяжелых различных заболеваниях. Необходимо отметить, что очень много омега-кислот поглощает печень. Они необходимы для того, чтобы поддерживать функцию печени, делать желчь более текущей и тем самым снижать риск развития желчных камней и различных заболеваний печени. Очень важны омега-кислоты у детей в процессе формирования нервной системы. У маленьких детей она во многом формируется при участии омега-кислот. И если в материнском молоке омега-кислоты присутствуют, в общем-то, в достаточных количествах, тех ситуаций, когда ребенок находится на искусственном вскармливании, омега-кислот становится не хватать и развитие его нервной системы начинает замедляться. Поэтому в детской практике педиатрии омега-кислоты также очень хорошо применяются. Итак, вернемся к тому, какие же омега-кислоты, какие источники их есть в продукте омега-3,6,9. Я уже сказал, что в первую очередь это масло, мясо рыбы. Все вы знаете о том, что в советское время все дети получали рыбий жир. Но это был жир не из мяса рыбы, а из печени рыбы. И он в основном использовался как источник витаминов А и Д. Конечно, там были омега-кислоты. Точно так же, как и омега-кислоты, которые извлекаются из мяса рыбы, содержат в меньших количествах, но тоже достаточно большое количество витаминов. Второй компонент, который входит в состав омега-кислот в данной продукции, это льняное масло. Льняное масло в большей степени содержит омега-6 аминокислоты, которые необходимы в первую очередь для борьбы с холестерином, улучшения функции печени и в меньшей степени для поддержания иммунитета. Третий компонент – масло амаранта. Амарант – одно из таинственных и загадочных растений Южной Америки. Империя инков всю свою экономику строила на двух растительных компонентах – на амаранте и на спирулине. И даже налоги собирались амарантом. Амарантовое масло, помимо того, что оно содержит широкий набор всех омега-кислот, и 3, и 6, и 9, содержит еще один очень важный компонент. Этот компонент называется сквален. Сквален – это твердый жир, который влияет на растворимость кислорода в крови. Это самый сильный компонент, который позволяет кислороду переноситься по крови почти точно так же, как и в эритроцитах. И поэтому сквален является очень важным компонентом питания человека, особенно для пожилых людей, у которых перенос кислорода затруднен. Точно так же сквален является необходимым компонентом у людей с хроническими заболеваниями легких, поскольку насыщение крови кислорода у этой категории больных, оно начинает страдать. И сквален позволяет восполнить этот дефицит и поддержать необходимый уровень кислорода в организме. Кроме сквалена, масло амаранта, точно так же, как и четвертый компонент, который входит в состав этой продукции, масло семени тыквы, содержит большое количество микроэлементов и витаминов, которые также необходимы человеку. В совокупности, эта продукция Омега-3,6,9 является очень важным для поддержания здоровья человека, как в молодом, так и в пожилом возрасте. Сегодня мы с вами поговорили об этом продукте, о его полезных свойствах. Я думаю, вам после этого станет более понятно, как продвигать и как рекомендовать эту продукцию. Хотелось бы пожелать вам удачи и успехов в продвижении такого важного продукта компании Фаберлик, как Омега-3,6,9.